Добрый день, мои друзья, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Те, кто зашел на мой канал. Сегодня я готовлю гречаники. Это такое украинское блюдо. Но дело в том, что если даже нам не нравится Зеленский или еще кто-то, это не значит, что мы не можем готовить украинские блюда. Живем мы в Воронеже, Украина недалеко. Вот такое блюдо, гречаники. Берется один стакан гречки, промывается, можно перебрать ее, и потом нужно просто промыть в 3-х водах, и то, что всплывет, вылить и выкинуть. Сейчас уже не те времена, чтобы ее перебирать. Ну, кто хочет, может перебрать ее. Перебрать, промыть в 3-х водах. Залить кипятком. Кипятка нужно вот на 1 стакан гречки, 2 стакана кипятка. И варить 20 минут. Чуть-чуть посолить. Затем остудить это еще. В это время нужно прокрутить фарш. Добавить остывшую гречку. Добавить 2 яйца. Добавить 3-4 столовые ложки молока. Добавить 3-4 столовые ложки панировочных сухарей. И луковику одну. Можно ее прокрутить через мясорубку. Можно натереть на терке. Можно через блендер. Вот. Вот, смотрите, у меня панировочные сухари. Вот я сделала. И вот он фарш еще у меня остался. Но я его, наверное, уберу. Недостаточно уже этих. Что я сделала. И все обжариваем на масле. На любом масле, какой у вас есть. Обваливаем в сухарях и обжариваем. Если нет панировочных сухарей, нужно добавить муку. И обвалять муке. Я больше люблю панировочные сухаря. Я их делаю сама. То есть сушу сухари сухарей. И перекручиваю их через мясорубку. И все. И все. Соль, перец добавляем еще в фарш. Обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем. Обжариваем, значит, перевернули. Накрываем крышкой. Делаем единичку. Все. Они обжариваются где-то. Ну, тоже где-то общее время приготовления уже готовых котлет. Вот вы их там сформировали, отбили там все это. Обваляли в сухарях. И уже готовите на сковороде на разогретой. И где-то минут 15-20 мы обжариваем. Вначале на сильном огне. Потом переворачиваете. Убавляете огонь на единичку. И обжариваем. До золотистого примерно. Ну, вот. Таким вот образом. Видите, они уходят. Ну, такие вот крышки слива опять не должны ждать. Вот здесь уже готовы. Вот эти ванны мы обретаем. Общее время приготовления где-то минут 15-20. Смотрите, по готовности. То есть достаете один гречаник. Разламываете его. Пробуете. Это зависит от вашей плиты, от вашей сковороды. Сковороду лучше взять с толстым зном. Ну, что еще надо сказать. Все. Их можно просто есть. Можно варнир, картошку на варнир. Можно, допустим, порезать какой-то овощей каких-то. Помидор. Помидоров, огурцов. Лук тоже порезать. Сделать такой салат. Заправить его растительным маслом. И вот есть эти гречаники. Они хороши как в холодном виде, так и в горячем виде. То есть это не имеет никакого значения. Ну, я думаю, что вам уже понятно, мои дорогие друзья. Поэтому я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки, потому что вам это ничего не стоит. А для меня это будет очень приятно. Можете даже дизлайк поставить. Это все равно продвигает канал. Мне бы хотелось продвинуть свой канал. Как любому человеку, кто снимает. для Ютуба. Поэтому не надо мне писать какие-то отрицательные комментарии. Что типа я там наживаюсь. На ком я наживаюсь? На людях, которые смотрят. Ну, я же никого не заставляю смотреть. Как я могу на них наживаться. Ну, все, мои друзья. Мои уважаемые подписчики. Всех я вас люблю. Уважаю. Желаю всем здоровья. Здоровья. Еще раз здоровья. Долгих лет жизни. Ну, и денег побольше. Все, мои друзья. До свидания. Продолжение следует... Удачи.